здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы вяжем штанишки гамаши спортивные штаны вот как хотите так и назовите не знаю я так по вашим просьбам девчонки видео будет разделено на несколько частей постепенно потому что там очень много нюанса и собрать это в кучу это длительный процесс поэтому я снимать буду по ходу своей работы и сразу же все объяснять и выкладывать чтобы вы успели связать осени к зиме да поэтому делаю это сейчас так как летом на это есть достаточно времени чтобы осенью просто уже заняться такими шапочками шарфиками всем остальным зимним вот а такую глобальную вещь сделаю сейчас еще наперед говорю что будет и джемпер и штанишки то есть это будет комплект полностью вот варианты буду оговаривать и сейчас мы начинаем вязать штанишки спортивные я так понимаю либо как и как их назвать девчонки напишите в комментарии как правильно назвать я потом папа вашим комментариям изменю видео название потому что я честно не знаю использовать я буду нашу чешскую чешскую пряжу составе которой 65 процентов акрил 25 процентов шерсть и 15 процентов махер вот она вчера вот недавно выложила обзор на нее много вещей я из нее вязала и так как она для меня уже привычная испытана и проверенная вязать я буду из нее плюс еще у меня есть она дома опять же вязать буду из того что у меня дома поэтому у меня джемпер будет двухцветный двух или трехцветный а штаны вот такие вот серые вот давайте начнем с расчета в идеале девчонки мерить надо не ногу мерить надо спортивные штаны которые у вам сидят так как вы хотите чтобы сидели эти штаники да вот вы взяли спортивные штаны здесь у нас соответственно резинка и здесь у нас ножка нога внизу мы меряем вот это вот место обхват то есть 2 2 ширины вот здесь вот полуобхват об обхвате я вот так вот нарисую что это обхват у меня 30 сантиметров вот здесь я нарисовала 25 в 10 сантиметрах плотность вязания вообще-то первым делом вы вяжете образец по которому вы измеряете плотность вязания значит ширина у меня 25 сантиметров и обхват у меня 30 сантиметров значит я набираю 60 петель я пишу тут уже опять путаю буквы набор это написала чешская 60 петель нам теперь следующая величина мы меряем вот здесь вот 58 сантиметров опять же двойное число 58 то есть если посчитать по плотности умножаем 58 на 20 вернее 5 8 потому что в 10 сантиметров у меня получается 116 петель то есть по итогу у меня после ноги должно получиться 116 5 и мне нужно посчитать через сколько мне нужно делать вот здесь вот добавление каких делать я все буду показывать значит еще измеряю вот эту вот как бы вот этот момент до паха от длин то есть длину штанов до паха вот до сюда не общую длину а до сюда это у меня 80 сантиметров я измеряю манекен девчонки поэтому у меня вот такие цифры вот 80 сантиметров длина либо брючки измеряете да и мне нужно вот за 80 сантиметров добавить вот 116 от вот этого числа отнимаем 60 то есть петли которые мы набрали и набрать не нужно 56 петель 56 петель за 80 сантиметров здесь у меня будет резинка 5 сантиметров то есть здесь останется 75 сантиметров и 75 сантиметров я делю на 56 чтобы высчитать добавление между расстояние между добавлением а добавлять я буду по одной петле внимание здесь у меня 1 минус 56 9 и здесь вот приблизительно 3 приблизительно 168 170 ну а это приблизительное число наше 1 и 3 1 и 4 1 и 3 сантиметра 1 и 3 сантиметра я прям беру вот у меня одна штанина я уже одну связала вот по ней я все переконтролирую и перепери проверяю десять раз прежде чем вам выдать информацию 1 и 3 сантиметра это у меня четыре ряда вот четыре ряда значит добавлять я буду в каждом четвертом ряду в четвертом ряду по одной петле так расчеты мы сделали пока вот саму самой самой штанины теперь я набираю 60 петель спицы 3 миллиметра у меня в ой ой не сказала плотность пряжи в 50 граммах 139 метров то есть 100 граммах где за 100 236 метров если 100 граммовые матки у вас уже можете из шерсти вязать чего угодно у вас кто в россии большой огромный выбор пряжи поэтому выбирайте потому что у вас есть кто живет европе пошлю с удовольствием девчонки обращайтесь внизу ссылка вот россия подбирайте ну в любом случае даже если и из любой пряжи вы будете вязать я я вам объясняю как как высчитывать да поэтому вот так вот девчонки я думаю приспособите на любую пряжу и давайте будем вязать не спеша потихонечку пока у нас летом есть время на это поиграться с этим и на осень у вас уже будет уже готовый костюм вот делаю я и карманы сделаю я на джемпере и полосы жаккарда чтобы переход был красивый все постепенно вам буду рассказывать показывать нюансы тоже оговаривать чтобы как изменить как все сделать поэтому девчонки смотрим все видео потихонечку вдохновляемся и вяжем так раз два и так вы можете вязать на круговых спицах вы можете вязать на носочных спицах вот именно эти штанинки я вяжу на круговых сначала я начала на носочных ну а ну они короткие вот эти деревянные алиэксперсовские как начали они вылетать у меня пришлось поднять все свои закрома найти достаточное количество спиц одного диаметра вот потому что у меня там несколько вещей на спицах находится в начатом состоянии в процессе вот дочка мне привезла все спицы которые вяжем девчонки костюм так резинка 2 на 2 5 сантиметров я вяжу резиночки конечно же вы можете вязать не в круговую и нюансы я потом оговорю вы можете вязать кому сложно вязать в круговую не вяжите я просто хочу исключить этот шов внутренний на этих штаниках мне кажется он будет не хорошо смотреться поэтому я вот вижу в круговую так один ряд я провязала и теперь я соединяю это все дело в круговое вязание следим чтобы не было здесь я привяжу так потом еще красивенько краешек сделаю теперь я вижу просто в круговую резинкой 2 на 2 5 сантиметров продолжаю я вязать резиночкой и так смотрите я провязала 16 сантиметров что я еще сделала девчонки я перенесла спицы видите вот протяжку по бокам вот здесь у меня начало ряда там где у меня начало его начало мне нужно подцепить маркер вот видите вот здесь вот теперь я перехожу на лицевые петли далее я вяжу лицевыми петлями 4 ряда то есть через четыре ряда мы будем делать наше добавление вот сейчас я вижу вот так вот по кругу 4 ряда и так я провязала в вообще-то сейчас я провязала 5 рядов и потому что добавлять я буду из протяжки из нижнего ряда поэтому вот так вот дальше я буду вязать по четыре ряда между вот этими добавлениями значит что я делаю вот дошла я до маркера ровно до половины как бы до начала ряда и перед маркером я из протяжки одеваю петлю вот так вот перекручиваю и провязываю мои да и далее вяжу 4 ряда следующих без изменения одну петлю по одной петле я буду добавлять потому что у нас через 1 и 3 сантиметра по одной петле если вы вяжете полотно не в круговую а нормально то добавление делайте первое в начале ряда после кромочной а второе я вам потом расскажу если вы сейчас первое добавление сделали то вы его делаете в начале ряда после кромочной а вот так как я показала делаете воздушную петлю одну и продолжаем еще четыре ряда так девчонки прошу прощения в этом месте у меня не записался кусочек видео как делать вторую половину добавлений то есть второй этап и вот я показываю на целой как бы штанине благо они у нас добавление идут на протяжении всей штанины одинаковые то есть первый раз мы добавили так и второе добавление я просто мы делаем после маркера девчонки если первое мы сделали до маркера то второе мы делаем сейчас вот видите она у меня сделана я просто покажу вот здесь вот делаем то есть один раз мы делаем до маркера вяжем 4 ряда далее делаем после маркера добавление вяжем 4 ряда и снова делаем перед маркером четыре ряда то есть чередуем девчонки вот жалко у меня потерялся кусочек видео я думаю вам понятно одно добавление до маркера одно добавление после маркера по одной петле чередуем так таким образом что у нас получается девчонки вот смотрите мой один раз добавляем с этой стороны маркера второй раз с этой стороны маркера и если посмотреть на вот наша наша деталь да вот здесь вот у нас резинка у нас добавление вот таким вот образом слева справа слева справа слева вот шахматном порядке вот таким вот образом если почему я говорю что важно если вы будете добавлять допустим до маркера у вас штанина будет сейчас вам покажу какая вот так вот вот так вот она будет как бы получаться то есть ее перекосит в одну сторону для того чтобы она получилась ровная и шоу у нас внутренний получится тоже ровным очень важно добавлять вот чередуя после до и после маркера если вы вяжете на спицах нормально не в круговую и тоже добавляете допустим в каждом четвертом или в каждом пятом ряду вы мы дамы были добавляем таким вот образом 1 2 3 4 тоже поочередно один раз в начале один раз в конце для того чтобы у нас получилось ровно его такой вот полотно либо же можно добавлять почему я так усложнила я не усложнила на самом деле я я это сделала для того чтобы это эти добавления были очень очень плавными если бы я допустим добавляла я сейчас вам просто объясню чтобы вам было наглядно понятно да понятное дело что нам проще добавлять в начале и в конце ряда допустим через восемь рядов тогда у нас знаете что получится девчонки у нас получится вот такие вот ступени то есть у нас они и здесь получится но благодаря тому что это через раз эта ступень невыразительная а если вот допустим в каждом ряду мы добавляем вот если смотреть потом мы будем смотреть на штанинку у нас будет вот так вот конечно не так критично как я нарисовала но что-то типа вот этого что нам не нужно нам нужен плавный ровный там как бы ровное как бы добавление вот видите как оно получается это штанина у меня уже связано оно получается очень таким нежным таким плавным и вот так вот ну красиво получается конечно можно можете попробовать добавлять по две петли но почему-то мне кажется что это будет красиво но судить вам девчонки я вам пытаюсь донести по максимально на мой взгляд максимально оптимальный вариант красивый вот вот эту ниточку мы уже можем продеть я просто продеваю в иглу сделаю здесь узелок чтобы закрепить потому что там протяжка вот лично теперь выведу ее на изнаночную сторону и обрежу и теперь мы продолжаем наше вязание до паха вот добавление делаем столько сколько мы посчитали вот сколько нас нам вышло петель нужно добавить у нас только сколько нам через то количество ой господи запуталась извините короче дальше я вижу в каждом четвертом ряду добавляю одну петлю всего 56 раз 56 петель мне нужно добавить у вас здесь будет свое число у вас здесь будет свои ряды может быть 3 может быть 5 может быть 7 все может быть потому что разница может колебаться в зависимости от того вот допустим у меня манекен он ровный да и разница вот между вот этими вот числами дали видите даже ну почти в два раза а у кого-то может быть нога я уже порисовала он уже этот листок нам не будет нужен дальше у нас будет другу у у кого-то порисовала же будет допустим внизу 30 а не хочу никого обидеть но это факт поэтому все может быть а здесь вот допустим 80 да тогда у вас будет добавление больше намного поэтому они могут быть в каждом втором ряду вот таким вот образом девчонки мы считаем вот поэтому эта цифра для моего манекена для у вас она будет своя продолжаем и я вяжу вторую ногу вы тоже покупаете нитки вяжите ногу под видео я напишу сколько пряжи нужно для ориентировочно для каждого размера потому что сейчас я приблизительно уже знаю но точно когда буду знать когда довяжу а видео выйдет когда я уже связала эти штаны и под видео я напишу расход пряжи при вот этом вот метраже при вот этой вот плотности вот на сегодня все девчонки ждите продолжений с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока